Всем привет! Меня зовут Олеся. Добро пожаловать на мой канал. Едем мы по дороге. Раньше по этой дороге все гоняли, но теперь тут повесили в нескольких местах камеры. Видите? Камера. И она снимает нарушителей. Поэтому едут все как положено. 50 км в час. Все как положено. Чешут, как черепахи. Ну и отличное решение, я думаю. Обгонять здесь нельзя по этой дороге. Прямая дорога, простая трасса, но очень-очень узкая. Поэтому вот такое... И много выездов из частных резиденций. Прям вот дорога, да, и выезд из резиденции. Поэтому сделали тут такой запрет, да, и наставили камер. Интересно наблюдать, как все... Те, кто гонял, теперь чуть-чуть идут. Чуть сдерживают себя водители. Ну что делать? Никто не хочет штраф. Едем по Джовинациум. Очень уж мне нравится этот городок. Розалия, что давай? Нельзя, давай. Надо изъехать медленно. Уже очень... Да, мы пойдем с тобой на горку. Уже очень мне тут нравится архитектура в этом городке. Ой, все, мы с главной улицы свернули. Мы вообще приехали сюда, в парк, чтобы Розалия поиграла. Притекая терраса вся в цветах. Красота. Байкеры. А вот и парк. Он вот здесь. Всем привет! Меня зовут Олеся. Добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. Мы с вами в парке, в Джовинациум. У меня есть несколько видео из этого городка. Так что можете посмотреть. Оставлю ссылки. Друзья мои, прежде чем продолжу, хотела сказать всем огромное спасибо за то, что вы поддержите мой канал, за ваши лайки и за комментарии. Кто еще не подписал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы получать новые видео. И кто уже подписан, большое спасибо, что вы со мной. Спасибо огромное за всю вашу активность. Спасибо, что досматриваете мои видео до конца. Ставьте мне лайки и пишите комментарии. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Сегодня стоит жара. Вчера стояла жара. Мы вчера сходили, все-таки искупнулись. Я немножечко там пыталась пострелить вчера возле моря. А потом уже выключила, потому что плохо ловила. Потом мы съездили к морю, искупались с младшей дочерью, с мужем. Женя чего-то не особо сейчас рвется, ей не хочется. Она не любит в этом месте купаться. Она любит ездить к морю, например, в Пан и Помодоро, там, где песок, или какие-то другие пляжи ходить. А вот здесь на сколе, на эти, на скалы, куда мы ходим, она не особо любит ходить. Я уже показывала этот парк. Парк называется Парк Ушчанатико. Местный парк, даже не знаю, что про него рассказать. Здесь есть места для командных игр. Там можно в футбол, вон детки играют, или еще что-то с мячом играют. Вот там есть похожее тоже место. Есть кафе и отличная-отличная детская площадка, на которой сейчас, вон моя, видите, в желтеньком, там пытается на конике на каком-то скакать. Мы очень давно здесь не были, поэтому Розалея сейчас с одного аттракциона на другой, с одной горки на другую. Она прямо в полном восторге. Но не были мы по понятной причине. из-за того, что был карантин по коронавирусу. Вот такое панно интересное, такая мозаика. Я это все уже показывала, фонтанчик показывала. Сейчас мы побудем немножко здесь и поедем домой обедать. Так, что хотела сказать, друзья мои? Под последней фотографией в Инстаграм, под последним видео, где я примериваю брюки в H&M, брюки с блузкой. Там, где я снимаю витрины, шоппинг у меня с подружкой. Написали мне друзья, товарищи, что эти брюки не идут мне, потому что они меня делают очень большой и толстой, что они меня, наверное, полнят. Нет, девчонки, мальчишки, они меня не полнят. Они на мне, наоборот, отлично смотрятся. Проблема в том, что я сейчас стала вдруг резко очень-очень толстая. После того видео, где я показывала, как я выгляжу, мою фигуру в весе 92 с лишним килограмма, прошло много событий, много времени. Так получилось, что я стала опять полнеть очень сильно. Причем до ужасного доходило, что я просто с каждой неделей видела на весах еще большую цифру. Приближалась уже к 100 килограммов. Значит, там, где я снимала видео в магазине в H&M, я весила 96 с половиной. Ужасная цифра, меня это очень сильно пугало. В итоге, все-таки вся предыдущая работа не прошла зря. Я работала с психологом, я говорила. Я начала проходить вот этот марафон, но не смогла на тот момент, оставила все как есть. В итоге, вся эта работа все-таки не прошла зря. Я нащупала свою точку гармонии. Вот несмотря на то, что я вешу там 96 с половиной килограмм, вы знаете, я чувствовала себя великолепно, в полной гармонии с собой. Я просто примирилась со своим телом, примирилась с тем, что да, я такая, я легко набираю вес, и да, я в этот момент столько вешу. Я действительно сейчас очень полная. И как-то все-таки что-то произошло внутри. Я очень надеюсь, что я поймала ту самую ниточку, которая мне нужна. И сейчас вес уходит. Он уходит очень быстро. Причем при этом я не голодаю, я полна сил, я кушаю, я все кушаю. Вот вчера, позавчера я ваморужена. Но сейчас я уже вешу 94,1. Вот сегодня утром был вес 94,1. Очень я даже не хочу сейчас про это говорить, поэтому, мальчишки, девчонки, поговорим про это позже, когда будут результаты. Но, в общем, сейчас я нахожусь в состоянии похудения. Но это не столь важно. Главнее, что я сейчас нахожусь в гармонии с собой. Вот это гораздо более важно. Я чувствую себя очень хорошо. Вот эта часть видео, где я иду на рынок, снимаю на рынке, она была снята раньше. И я там говорю как раз о том, что я не хочу выходить на улицу. То есть это ощущение у меня началось уже много месяцев назад, что я не хочу выходить на улицу, я не хочу никого видеть, я не хочу ни с кем встречаться. Потому что я стесняюсь того, как я выгляжу. Мне тяжело идти по улицам, тяжело выходить. Что-то перещелкнуло. И сейчас я хочу выходить на улицу. Да, несмотря на то, что я все еще очень-очень большая. 90 с лишним килограмм – это не шутки, это ужасно. Но я хочу выходить на улицу. Я хочу идти в люди, я хочу общаться. Поэтому сейчас я чувствую очень себя хорошо. И, ну, как-то так. В общем, рассказала, ребята, вам то, что у меня на душе. Когда будут результаты больше, да, я подробнее поговорю про похудение. Что же я все-таки в результате упорной работы с психологом и благодаря каким-то случайностям, благодаря дневникам моим. Что же я все-таки нащупала. Что мне помогает терять вес. Я об этом расскажу вам позже, когда будет больше результат. Потому что, ну, 2,5 килограмма – это как-то еще не серьезно. Тем более, когда я уже 150 раз про это говорила, знаешь, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Не хочется мне сейчас говорить про это, пока я не буду видеть заметный результат в зеркале. И окружающие его не увидят. У меня прямо какая-то ностальгия сегодня. Несколько лет назад мы возили сюда Женьку играть. 6 лет назад, 7 лет назад, даже еще 3 года назад мы привозили сюда Женю. Она с удовольствием здесь играла на вот этих вот качельках-карусельках, заводила друзей. Теперь уже Жене это неинтересно. И мы привозим теперь сюда играть Розалию. Я вот сейчас смотрела на Розалию и вспоминала, как здесь игралась Женька. Розалию и вспоминала, как здесь играла. Солнце яркое. Какая жара. Вау, Сиджира. Павел учит Розалию играть на этой качалке. Как это назвать, даже не знаю, крутилка. Как же здесь хорошо. Прохлада, пахнет хвоей. Чирикают попугайчики. И не только. Разные птички. Деревка. Деревка. Кожа. Деревка. Чирика. Кожа. Продолжение следует... Друзья мои, была я сейчас в школе, в Жениной, получила ее по джелу, то есть оценки за прошлый год. И, значит, за первый семестр ей поставили оценки, ну, всем детям, да, поставили оценки, а за второй семестр оценок не ставили. Так, как-то так, что-то оно болтается у меня. За второй семестр оценок не ставили, им поставили, ну, буковки такие, вот, А, Б, С, Д. Соответственно, А, это отлично, соответствуют оценки 9-10, десятибалльная система здесь в Италии. Б, это уровень восьмерки, то есть, ну, достаточно, да, хорошо, скажем так. С, уровень удовлетворительно, то есть 6-7. И Д, это уровень 5, ну, как бы, не очень удовлетворительно, это плохо уже. Вот, такие вот выставили им оценки, то есть у нас стоят С звездочка, Б звездочка, А звездочка, Б звездочка, ну, вот такое вот, по всем предметам за второй семестр. Потому что, как вы знаете, с марта месяца детки у нас сидели на карантине, занимались онлайн, и понятно, что оценок никому не ставили, и оценить это все было фактически невозможно. Ну что, вот я и приготовила свою пасту Альфорна, я ее начала готовить еще вчера, в субботу я сделала сугетто, а сегодня ни свет ни заря поднялась, и с самого утра все это приготовила. Сделала уже ее вот, запекла, и два варианта я сделала, один такой, а второй, чем отличается, здесь только один слой макаронов, потому что не хватило на второй, и с панчетто. А тут два слоя пасты, и, видите, такая колбаска, вот она, причем, подгорела в одном месте, в двух, в трех местах подгорела. Так, это у меня такой воскресный обед, почему я делаю разную, два-три варианта обычно делаю, потому что у меня дети хотят одно, там свекор с мужем не едят, допустим, вот эту панчетту не едят, потому что это кажется им жирно, а дети, наоборот, хотят с панчеттой. Короче, муж любит вообще без колбасы, без всего, а свекор любит, чтобы еще была вот такая вот колбаска для аромата, ну, как-то вот так. Так что вот, это наш сегодняшний обед, кроме этого, на второе свекор будет делать, ну, как барбекю, мяско на гриль. Сейчас пойдем обедать, приятного аппетита, и вам всем тоже приятного аппетита, кто кушает. Спасибо всем большое за просмотр, за ваши лайфы, за ваши комментарии, за подписку, за то, что вы нажимаете колокольчики, смотрите видео до конца. И на этом я свой влог заканчиваю, всем спасибо за просмотр.